Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые коллеги, участники симпозиума, добрый день, дорогие гости. Я рад приветствовать вас от имени ректора университета Ишат Рахача Гафора и от себя лично в историческом императорском зале Казанского университета, одного из старейших университетов России, на открытии четвертого международного мадьярского симпозиума «Мадьяры в Северной Евразии. Истоки и традиции культуры». Проблема происхождения народа в Евразии всегда была одним из приоритетов российской науки, где Казанский университет выступал и продолжает выступать на передовых позициях. Со дня своего основания наш университет выбрал изучение и преподавание языков народа в Евразии одним из главных направлений своей деятельности. Именно в Казанском университете в первой половине XIX века существовал единственный в России специальный восточный разряд, положивший начало научного изучения стран и подготовивший плеяду выдающихся востоковедов России. Одним из главных направлений деятельности восточного разряда стало комплексное изучение народов Волго-Уральского региона и всей Евразии. Начавшись с научных путешествий профессоров университета в восточные страны и организации преподавания восточных языков, области исследований со временем расширялись и стали включать в себя этнографию, археологию, истории восточных народов. Важную роль в изучении финно-угорских народов в Евразии сыграло открытие в 1878 году при Казанском университете общества археологии, истории и этнографии. Здесь в конце XIX века сосредоточены лучшие специалисты по языкам, этнографии и истории народов Волго-Уральского региона и Сибири, которые впервые подняли вопросы этногенеза и этнической истории народов и выработали гипотезы об их древних контактах. Не обошлись стороной Казанский университет и вопросы происхождения венгерского народа. Активные воспитательские исследования венгерских лингвистов, археологов и историков так или иначе были связаны с Казани и учеными Казанского университета. А интересу к этой тематике способствовали многочисленные археологи и этнографические экспедиции венгерских ученых, посещавших Волго-Уральский регион. Отдельные находки указывали на перспективность исследований, но прямых доказательств не было выявлено и данная тема постепенно стала отходить на второй план. Только в 60-е годы 20 века интерес вновь стал возрождаться, чему способствовали раскопки целого ряда памятников в Волго-Уральском регионе. Результаты показали, что именно здесь обитало в раннем средневековье население близкое по культуре с венграми, которые пришли на новую родину в Дунайскую котловину в конце 9 века. Долгое время археологи не решались сформулировать новую концепцию истории деревни венгров. Но помог случай. В 1974 году при строительстве дороги близ села Большие Тиганы был открыт могильник с набором вещей 8-9 веков. Яркие черты погребально-опоминальной обрядности и специфика вещевого комплекса дали основание первым исследователям этого памятника преподавателям Казанского университета доценту Елене Александровне Халикову и профессору Альфред Хасановичу Халикову считать его памятником, оставленным населением, которое позднее начал движение на Запад, на новую родину. Выразительность и специфичность деталей, близость к культуре Дрени-Мадьярского и шире Угорского мира вызвали бурные дискуссии и обсуждение этнокультурной принадлежности памятника, а также его место среди других памятников Волгуральского региона. Учеными Казанского университета была сформулирована и обоснована новая концепция происхождения и древней истории венгров, принятая научным сообществом. По сей день материалы из этого могильника хранятся в Казанском университете, открывая исследователям возможности для новых исследований и открытий. Свидетельством этому и является наша сегодняшняя конференция, которая перерочена к юбилею первой научной публикации материалов Большетиганского могильника. Одновременно конференция посвящена и памяти выдающихся археологов и исследователей древнемадьярской проблематики, преподавателям Казанского университета Елене Александровне Халиковой и Альфреду Халикову, чьи труды раскрыли новые интересы в странице прошлого нашего региона и народов, которые проживали здесь. Хочу высказать слова благодарности коллегам из Венгрии, которые являются нашими давними партнерами в различных научных начинаниях. Уверен, что эти научно-образовательные связи будут и в дальнейшем шириться и углубляться. Желаю всем участникам симпозиума успешной работы, творческих успехов и новых открытий. Всего самого хорошего, коллеги. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Рез Готовович. Внимание Казанского университета в гуманитарной сфере определяется и сегодня. Я хотел бы действительно подчеркнуть, что археология, этнология, антропология в Казанском университете находятся на пике своего развития. И одно из достижений, то, что замеряется, как правило, в научном сообществе индикаторами. Так вот, в рейтинге лучших мировых университетов по направлению археология Казанский университет ныне занимает 160-е место среди всех мировых университетов. Это, наверное, тоже достижение. И очень надеемся, что то направление, которое было выбрано в последние годы, акцент на междисциплинарное изучение, когда в единую базу данных собираются сведения не только гуманитарных, но и естественно научных дисциплин. Все это позволит нам, ученым Татарстана, ученым Казани, Казанского университета совместно с нашими коллегами из Москвы, из зарубежных стран осуществить целый ряд прорывов в исторической науке. Спасибо большое. И позвольте предоставить слово профессору, ректору Католического университета имени Пазмани, Сабул Чуанзему Суруме. Пожалуйста, please. Пожалуйста, спасибо. Дорогие гости, дамы и господа. Большое честь для меня присутствовать здесь и подписать от Католического университета имени Пазмани Петер соглашение между нашими заведениями, вместе с чем могу присутствовать на открытии конференции и выставки. В 1976 году Татарстане, обнаруженное кладбище, эта находка произвела фундаментальные изменения и исследования древней венгерской истории. Я имею в виду местонахождение больших тиганаз. Татарстан важен для Венгрии по очень многим точкам зрения. Между тем, восьмым веком здесь проходил один из этапов происходения венгров. Более того, после раздражения в X веке часть венгров осталась здесь, так пишет об этом монарх Юлиан в XIII веке. Этот факт сам по себе дает большой точек подписи договора с великим лепимом Казанским федеральным университетом и Статарской академией наук и ее археологическим институтом. Директор института, высокоуважаемый господин Айрат Сидыков, очень много усилий приложил к тому, чтобы мы были здесь сегодня. Поэтому я хочу ему лично выразить благодарность по голосу сегодня, начиная с нового глава и научных исследований, которые одинаково важны как для венгров, так и для татарского народа. Время послания десятилетия XX века связи с политическими изменениями, к сожалению, контакты между российскими и венгерскими учениями. Большинство прорвалось, эти контакты мы должны снова вызвать, поэтому важен для нас сегодняшний день. Католический университет имени Г. Пазмай Петер в будущем припажет все усилия для того, чтобы уже существующий проект двойной венгерской истории, будущее совместные археологические раскопки, совместные исследования, обученные, влюдающая обмен студентов и преподаватели служили для подготовки. Наши студенты, как и до сих пор удовольствиям, примут участие и раскопка. Нам важны не только окончательные работы по раскопкам Больших Тегазан и Танкьевком Гладбище, и виявление результатов и также важное будущее нашей совместной работы, новые раскопки и новые публикации. Мы готовы предоставить нашу поддержку не только со стороны специалистов, а и финансовой стороной тоже. Есть также специальные исследования, для которых только мы владеем специальными приборами. И это мы тоже с удовольствием поможем обрадовать ваши исследования, а также хотелось бы расширить нашу исследовательскую программу в Татарстане. Для этого мы также предоставим финансовую поддержку. Хороший пример нашей совместной работы. Будапештская конференция 2016 года, организование совместно университетом Пазма и Венгельской академии наук, в которой принялись участие большинство здесь присутствующих, хотелось бы выразить благодарность за ваши исследования, обогатые ваши, наши знания о происхождении венгельского народа. Хотелось бы лично подчеркнуть уникальную важность ваших исследований. Научные результаты показывают, что исследования фундаментальны, обедают страны, нации и религии. Такого исследования вашей совценной истории и таков исследования происхождения венгельского народа. И если у вас есть какие-нибудь предложения с удовольствием и премием, надеемся на совместную работу. Прошу благословения и помощи все вишнево в проведении конференции и все учеников и организаторов. Желаю успехов в самосной работе и проведении конференции. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, господин ректор. Ваша замечательная речь, этот блестящий русский язык, но с татарским акцентом, как вы, наверное, почувствовали. Это говорит о наших общих корнях. Спасибо огромное. А самое главное, мы услышали предложение о взаимодействии. Это, наверное, действительно самое важное. Не столько финансовая сторона, сколько научная составляющая. Если мы сумеем, а мы это сумеем, дело в том, что Татарстан и Россия за что берется, того и достигает в итоге, то и в науке, я думаю, здесь у нас все возможности для получения позитивных результатов. В любом случае, мы благодарим ваш университет, вас лично. Благодарим Венгерскую республику за полную поддержку научных исследований этой важной и значимой темы. А сейчас прошу взять слово нашему уважаемому коллеге, генеральному консулу Венгрии в Казани. Адам Штифтер, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги. Мне очень большая честь быть здесь сегодня с вами. Мы понимаем, конечно, что российские-венгерские отношения и, конечно, татарстанско-венгерские отношения в последнее время очень-очень хорошие, наши связи очень крепкие. Конечно, вот такие дружественные, такие гостеприимные народы, как татарский народ, как венгерский народ, они же только мирно и дружественно могут жить вместе. Но нам обязательно надо понять, что помимо, конечно, дружбы нас соединяет еще и история. И эта история совместная. Конференция сегодня в Татарстане принимается в лучшем месте, я считаю. Я когда стоял на поле рядом с поселком Большие Тиганы и понимаю, что наших предков хоронили там, наши предки жили там 1200-1300 лет назад, это прямо вот такое ощущение. Просто для венгров очень важно понимать, откуда мы шли, как мы шли, как добрались до сегодняшней территории Венгрии в Карпатский бассейн. И наши племена, когда жили здесь, конечно, оставляют очень много вопросов. Ответов, конечно, много, но, на мой взгляд, пока вопросов, наверное, еще больше, чем ответов. Те ответы, которые получили от археологов, это особенно важные. И данный Больший Тиганский могильник имеет очень большое значение. Об этом могильнике пишутся в сегодняшних учебных, в книгах по истории. Так что это является основой для сегодняшнего изучения прошлого венгерского народа. Нам, конечно, было бы важно еще получить ответ на остальные вопросы. И в этом плане работа археологов особенно большую роль имеет. Поэтому я очень прошу всех наших археологов, наверное, это уникальная просьба, смотреть не всегда на прошлое, давайте смотрим на будущее. Как мы можем сотрудничать, как можем соединить наших венгерских специалистов с вашими археологами. Айрат Габитович, конечно, в этом играет очень большую роль. И ему весьма благодарны за ту работу, которую он лично и его коллеги проделали, особенно в последнее время. Без них, без Айрата Габитовича сегодняшней конференции, сегодняшняя выставка бы не состоялась. Поэтому огромное спасибо Айрату Габитовичу еще раз. И что могу сказать с точки зрения венгеров? Наша цель, конечно, чтобы как можно больше экспедиции состоялись в будущем. В этом есть готовность со стороны венгерских специалистов. Они готовы регулярно приезжать. Очень прошу руководства университета, руководства института археологии взять за руку наших коллег. И давайте сделаем совместную работу. Венгерское правительство и, конечно, генеральное конституции, и лично я буду очень много, попытаюсь очень много помочь в этом процессе. И к сегодняшней конференции Министерство внешнеэкономических вопросов иностранных дел в Венгрии очень много добавил, и в том числе и финансовую поддержку, правда, небольшую, но предоставил. И мы в будущем тоже будем поддерживать всячески эту совместную работу. Благодарю еще раз руководству Казанского федерального университета, Благодарю руководству института археологии и руководству, конечно, всего Татарстана за ту поддержку, которую оказали. И нам это очень большая честь и очень важный вопрос. Спасибо всем участникам. Желаю всем участникам успешной, хорошей конференции. И надеемся, что у конференции будут такие положительные результаты, которые будут показывать, как нам работать в ближайшие годы. Спасибо вам большое. Мне очень большая честь здесь. Спасибо вам огромное всем. Спасибо огромное, господин Колсу. Очень важно взаимодействие на международном уровне. И я могу сказать, что и Республике Татарстан, Казанскому федеральному университету очень повезло. Корпус консулов в республике, они не только очень внимательно относятся к вопросам науки, развития сотрудничества в научной сфере, но и сами очень активно содействуют и культурному взаимообмену между нашими странами, между отдельными городами, учебными заведениями. И сегодняшнее мероприятие – это также блестящий пример поддержки вас, уважаемый господин консул, нашей научной программе этого симпозиума. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, я думаю, стоит еще раз поаплодировать нашим гостям. Наука и общество, они соединяются посредством не только научных знаний, но и культуры в целом. И здесь очень важен аспект работы с Министерством культуры Республики Татарстан. Я могу сказать, что наш регион – один из уникальных примеров сотрудничества органов власти и управления, научного сообщества, музейного сообщества и те достижения, которые есть в Республике, постоянно на сегодняшний день. Возьмем примеры лишь одну из ее составляющих – это сохранение культурного наследия. Все это осуществляется на едином дыхании. Мне очень важно, что сегодня здесь в зале присутствует представитель Министерства культуры, заместитель министра культуры Надфульдамир Данилович. Я попрошу его взять слово и скажу вам, что этот человек не случайный в Министерстве культуры. Он работал с нашим музейным сообществом, научным сообществом все время создания и реализации комплексных программ в Республике. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Илья Муравеевич. Уважаемые коллеги, уважаемый Адам Штифтер, уважаемые гости, разрешите от имени Министра культуры Аюпова Радахвизианны поприветствовать всех на Международном Мадьярском симпозиуме. Хочется сказать и приятно констатировать тот факт, что помимо плотного научного сотрудничества и дружбы между нашими странами, у нас также очень сильны наши культурные связи. Еще свежи воспоминания, как в 2016 году гостеприимные венгерские друзья встречали нас в Будапеште на проведении замечательного концерта мастеров искусств. То есть эти дни у нас в памяти. Помимо этого, ежегодно проводится не одно количество мероприятий, во многом благодаря общественному совету. Вот Раиса Гарифовна здесь присутствует. Это человек, который действительно является неким звеном, благодаря которому художники республики и художники Венгрии имеют возможность встречаться у нас и делиться своим опытом, своими мастер-классами. Что касается конференции, программа конференции настолько насыщенная и выверенная, собранная. То, что с уверенностью можно сказать, что наши гости, помимо научной части, они также познакомятся с красотами нашей республики и увидят памятники великого булгарского городища. Также хочется верить, что итоги конференции усилят координацию научных центров по археологии, лингвистики, социально-антропологическим и естественно-научным исследованиям по изучению проблем происхождения МАДИАР. Всем участникам конференции желаю новых творческих открытий и приятных впечатлений. Спасибо большое. Спасибо, Дамир Данилович. Позвольте предоставить слово человеку, о котором сегодня вы слышали с трибуны не раз, замечательного исследователя, выдающегося организатора татарстанской науки, олицетворяющего и Академию наук Республики Татарстан, и Казанский федеральный университет. Это директор Института археологии Академии наук Татарстана, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Казанско-федерального университета Арат Габич Сидиков. Пожалуйста. Уважаемые друзья, находиться в этом зале и иметь возможность выступать здесь, это большая честь, и проведение нашей конференции, это еще раз подчеркивает значимость и важность той темы и той проблематики, которая сегодня станет предметом обсуждения на полях симпозиума, посвященной истории культуры модернских древностей. Говоря о этой конференции, я хочу сказать, что на самом деле это плод труда очень большого коллектива людей, которые работали над этой темой и этой проблематикой. Я хотел бы сказать, что ее проведение в Казани является не случайностью. Первая конференция, посвященная этой проблеме, прошедшая на Украине, стала основой той задачи и тем вопросам, которые рассматривались на предшествующих встречах ученых различных научных центров Европы и Азии. Я хотел бы отдельно выразить благодарность ее инициаторам и основателям, которые здесь сегодня присутствуют в зале, это Атиле Тюрку, нашему венгерскому коллеге, большому ученому и специалисту, который является одним из тех людей, который как раз и выступил с инициативой проведения ее в Казани. Хотел бы отдельно сказать добрые слова и признательность Сергею Геннадьевичу Батталову, который также выступил с поддержкой проведения этой конференции в Казани, и наши челябинские коллеги также выступают одним из тех ведущих научных центров исследования проблем угорских древностей. Говоря о этой проблематике, надо сказать, что угорские древности и истории Венгрии – это история Евразии и истории ее народов, соединяющие в прошлом и сегодня это культурное пространство. Люди и история, она всегда переплетается, и нельзя не заметить того следа, того богатства, наследие, которое сохранилось и оказало влияние на прошлое, и оно объединяет нас и сегодня в исследованиях, в общении и в понимании той общности, которая была и сохраняется, является сегодня примером того, что должно стать в будущем. Сегодняшняя конференция, она проводится в Казани на основе объединения научных училий специалистов Республики Татарстан и других регионов. Конечно, основы и фундаментов ее проявления и тех исследований, которые здесь проводились, были Казанский университет и Академический научный центр Казани, тогда еще СССР, сейчас Академия наук Татарстана. И университет сегодня является тем местом, где хранятся и имеется возможность работать с древностями, которые были получены в ходе раскопок Тиганского могильника. Я хотел бы здесь отдельно поблагодарить музейных сотрудников Казанского университета, отдельно благодарно сказать Национальному музею Республики Татарстан, который подготовил выставку, посвященную этому нашему сегодняшнему научному симпозиуму. И на этих материалах прослеживается та уникальная история, связанная с изучением не только Тиганского могильника, но и целого континента. Также хотел бы отдельно сказать о той работе, которая ведется целенаправленно и вместе с венгерскими коллегами подготовки. У нас есть понимание и планы глубоких научных исследований в этом направлении, в будущем с далекой перспективой, с работой по подготовке и каталога Тиганского могильника, и дальнейших исследований этой проблематики в Урале-Поволжье. Возможно, и осуществление более крупных и значительных выставок, такой опыт уже имеется. В предшествующие годы подобные проводились выставки и в Венгрии, и на территории России. И также здесь немаловажным является то, что эти исследования и работы подкрепляются искренним желанием ученых обоих стран в изучении и обогащении нашего общего знания об истории, о нашем общем наследии. Я хочу искренне поблагодарить всех участников, которые приехали и примут участие в работе. Хотите поблагодарить всех, кто сегодня пришел на открытие этой конференции. Всем огромное спасибо. Я хочу вам пожелать всем успешной работы и хороших дней в Болгарии в ходе работы наших заседаний, которые будут уже проходить в последующем. Огромное всем спасибо с успехом. Спасибо. Айрат Габеевич, прошу вас не уходить. Дело в том, что мы сейчас приступим к церемонии подписания соглашения между Казанским федеральным университетом и Католическим университетом или Пазмане. Прошу вас занять места за подписантами. Молодые коллеги, прошу вас преподнести текст договора. Итак, со стороны Казанского федерального университета в подписание соглашения участвует первый проректор Казанского федерального университета Медзарипов Рияз Гатаулыч со стороны Католического университета Пазмане ректор университета Сабулыч Сурамеп. Небольшое послесловие. Прошу взять слово Адама Штифтера. Есть конкретные предложения по итогам уже подписанного соглашения. Пожалуйста, вам слово. Хотел бы в двух словах передать мысли господина нашего ректора. Для венгерской делегации очень большая честь подписать торжественно данное соглашение. И от имени профессора Сабуль Сурами он хотел бы пригласить ректора Казанского федерального университета, чтобы данное соглашение и в Венгрии показывали. Католический университет имени Петра Пазмань является тоже ведущим университетом в сфере научной технологии. И господин ректор предлагает помимо показания данного соглашения в Венгрии хотели бы лично с ректором обсудить дальнейшие возможности сотрудничества в научно-технологической сфере и предложить вашему университету, чтобы венгерский католический университет имени Петра Пазмань пусть станет европейским партнером Казанского федерального университета. Искренне надеемся на то, что можем расширить вопросы этого соглашения и продолжить конкретную работу. Спасибо вам огромное. Спасибо. Павел Владимирович, можно я буквально несколько слов? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы с удовольствием подписали это соглашение. Я думаю, мы будем очень тесно и хорошо сотрудничать с нашими коллегами из Венгрии. Считаю, что новый этап в развитии исследований нашей истории он сегодня наступил. Желаю успехов вам и нашим коллегам из Венгрии. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим, собственно, к научной составляющей, к докладам на пленарном заседании. Я прошу подготовиться наш уважаемый коллега Атилла Тюрка. Я думаю, да, одна минута. Я обозначу тему выступления уважаемого профессора «Восточноевропейские корни отношения археологического наследия древних мадьяр в Карпатской котловине X века на фоне новых результатов исследований». Слово предоставляется, прошу выходить к трибуне, Айбулату Хариус Саламовичу Кушкумбаеву, Республика Казахстана, Астана, источники о мадьярах в Улусе, Джучи. Пожалуйста. Спасибо. Во-первых, я хочу поприветствовать всех участников данного форума. Это уже очередной четвертый международный мадьярский форум, который проводится в Казани в сценах Казанского университета, одного из старейших образовательных и научных центров Татарстана и России. Я уже участвую во втором таком большом мероприятии. И хочу сказать, что очень рад присутствовать на таких важных научных симпозиумах, где мы можем поделиться своим мнениями, точками зрения по этой важной и очень интересной проблеме средневековой истории Евразии. Ну, мой доклад непосредственно посвящен сообщениям восточных источников о восточных мадьярах, которые проживали в предмонгольске и золотордынский, чингизийский период на территории Золотой Орды. Ну, это известное государство, как вы знаете прекрасно. И непосредственно те сообщения источников, которые мы можем интерпретировать как важные свидетельства о существовании восточных мадьяр на территории степной Евразии. История происхождения и культура мадьярского народа была тесно связана на раннем этапе с культурным и этнополитическим пространством тюркоязычных намадов Евразии, что нашло отражение в письменных источниках устной традиции, этническом состраве, географической топонимике, общей культуре намадизма, ну и в том числе в богатых археологических материалах. В этом контексте вызывает большой интерес история той части мадьяр, которая в силу каких-то исторических обстоятельств осталась на востоке, в евразийских степях, преимущественно в окружении степных, тюркоязычных кочевых народов. Ну по этой теме очень много проводилось исследований, как среди венгерских коллег, так и среди российских, в том числе и Татарстана. Признавая важность свидетельств вот этих источников, как правило, мы можем выделить две группы источников о восточных мадьярах. Первая группа – это западные, ну это прежде всего византийские греческие источники и латиноязычные письменные памятники XII, XIII, XIV, вплоть до XV века. И вторая группа источников – это арабо-персидские исторические сочинения, тюркские источники и монгольские источники этого периода. Но так как всех я не буду охарактеризовывать, потому что латиноязычная традиция очень хорошо известна, изучена, собственно говоря, и хорошо представлена в историографии, особое внимание я хочу обратить на восточные сочинения, которые мало привлекались или были менее известны для широкой аудитории. Прежде всего, речь идет об источниках, которые были написаны в период с XIII по XV столетие, то есть период существования Золотоордынского государства. Так вот, согласно одному из самых ранних источников монгольских, который называется «Тайная история монголов» или «Сокровенное сказание монголов» 1240 года, в этом сочинении как раз речь идет об одном из столкновений, которые происходили на территории Волго-Уральского региона в XX-XX годы XIII столетия. Ну, примерно где-то это начало XX-х годов по середину 30-х годов XIII века, то есть накануне падения Волгской Булгарии. Согласно этим источникам, один из известных монгольских полговодцев Собеда и Богатур провел ряд военных кампаний в 20-х, 30-х годах. И здесь, на этой территории, столкнулся с народами, которые проживали в Волго-Уральском Междуречье. Прежде всего, речь идет о народах таких, как Кипчаки, Башкирды, Булгары, и в том числе здесь перечисляются Маджары. Монгольский источник сообщает о том, что именно эти народы оказали наиболее упорное сопротивление завоевателям с Востока. В этом источнике восточные Маджары названы монгольским термином Маджарат. Ну, Маджары – это, собственно говоря, сам этноним, а Маджарат – это множественное число. Так вот, этот этноним монголы узнали посредством тюркоязычных народов, в частности, Кипчаков, против которых была направлена военная кампания, примерно где-то начиная с 1222-го по 1236-й год проходили вот эти военные действия, и вполне согласуется с сообщениями такого источника, как Юлиан, который впервые посетил, первый и последний раз посетил «Земли восточных Маджар за Волгой». Это известный сюжет в историографии и в источниковедении. Есть еще один монгольский источник, который называется «Алтан-Тапчи», «Золотое сказание». Он поздний, но, тем не менее, там также перечисляется, говорится о десяти народах и сообщается о том, что вот именно эти народы оказали упорное сопротивление монгольским войскам. Причем самое интересное, там в этом источнике перечислено все десять народов и указано такой народ, как Керел, это Курал, Курал, и источник обрывается на этом месте. Явно здесь далее подразумевается тоже какой-то народ, который проживал в этом регионе, и я подозреваю, что это Маджары, то есть это Мадьяры. Разгром и окончательное покорение восточных Мадьяр происходит в 1235-1236 годах. Это вытекает из сообщений вот как восточных источников, так и западных. То есть анализ, перекрестный анализ показывает, что именно в этот период восточные Мадьяры были покорены монголами и включены в состав монгольской армии. Эти сообщения вполне дополняются таким авторитетным источником, как Рашид Аддин, автором известного сочинения Джамят Таварих. Он также перечисляет многие народы, которые оказывали сопротивление, но я их просто перечислю, это кипчаки, русские, булары, это поляки, так подразумеваются, Маджары, башкирды, асы и так далее. Самое интересное здесь, вот если обратить внимание на этот источник, здесь дважды говорится о Маджарах и Башкирдах. Под Маджарами здесь понимается в виду восточные Мадьяры, а под термином Башкирд восточные источники подразумевают средневековую Венгрию или Венгерское королевство. Это очень интересно, это соответственно путаница идет в персидских источниках того времени, и постоянно они местами меняются, либо они названы либо Башкирдами, либо названы Маджарами. То есть в данном случае здесь я имею в виду, что под термином Маджар здесь понимается в виду восточные Мадьяры. И, собственно говоря, когда перекрестный анализ показал действительно, что эта страна находилась где-то рядом с такой территорией, как Алания, Мокши, Русь и перечисляется дальше Маджар. То есть явно речь идет о какой-то восточной территории. А, собственно говоря, Венгрия подразумевает термин Башкирд. Это тоже достаточно интересное сообщение. Далее, у Рашид-эддена можно встретить, что когда он перечисляет этнический состав войск Джучи конца XIII-начала XIV века, есть тоже очень интересное сообщение, согласно которому в состав, собственно говоря, золотордынских войск, помимо вот тех, которые проживали на этой территории, я имею в виду татар, там включены войска русских, черкесов, кипчаков и маджаров. То есть четко источник говорит о том, что они входили в состав золотордынского населения, скорее всего, кочевого. Причем, если вот так вот это сообщение анализировать, можно понять, что это определенный какой-то военный статус им придан. Здесь четко перечислены в определенной какой-то иерархии. В определенной какой-то иерархии. Далее. Уже в этот золотордынский период начинается или, возможно, продолжается тюркизация этой части маджарского населения, так как совершенно очевидно, что в Улусе Джуче, в Золотой Роде, основная часть населения была представлена тюркоязычными племенами степного Даштыкипчака, то есть которые пришли в результате монгольского заявления с Востока. Ну и эти процесс тюркизации, я думаю, нашел тоже отражение, хотя и косвенно в этих источниках. Очень интересное сообщение Фадлалах Алюмари о населении Золотой Орды, где в составе золотордынского населения упоминается наряду с кипчаками, черкесами, русскими, асами и Маджары, то есть четко здесь говорится и локализуется их территория где-то на севере, то есть вероятно, я думаю, это Волго-Уральское междуречие или какое-то иное территория. Далее, как показывают арабские источники, выходцы с территории Золотой Орды четко различались по своим именам, исходя из своего места обитания. Ну, допустим, выходцы из Крыма назывались Аль-Крыми, выходцы с территории Сарая Аль-Сараи, Харизмийцы Аль-Харизми. А там же упоминается и выходцы из Маджара Аль-Маджари, то есть это тоже говорит косвенно о том, что это население присутствовало на территории Золотой Орды. Далее, очень интересные сообщения есть в персидских сочинениях, которые повествуют о войнах между государством Тимуридов и Золотой Ордой. Ну, в частности, известный тимуридский историк Шараф Аддин Али-Язди в своей книге «Зафар-Намэ», описывая второе вторжение войск Тимура на территорию Золотой Орды, это примерно 1395-1396 годы, сообщает о том, что именно когда тимуридские войска вошли с территории Северного Кавказа, именно в предкавказских и волгодонских степях они встретили здесь народ, который называется Башкирт. Но, как я уже сказал вам, что под термином Башкирт здесь, скорее всего, понимаются Маджары, потому что мы знаем приказы, что Башкирты проживали на территории Южного Урала, а здесь явно имеется в виду народ несколько иного происхождения, в данном случае я имею в виду, что это были Маджары. Этноним Маджар присутствует в надмогильном камне Волжских Булгар, который датируется 1311 годом. Это исследование известного татарского ученого Хакимзянова, известного мадьярского ученого Рона Таша и многих других. Интересные сведения сообщают о мадьярах. Это вообще мало исследованный источник, он называется Тухват Аль Ариб Вахад Аль Адиб, автором является Аль Джан Аби. Вот в этом сочинении здесь четко говорится о том, что во время второго похода Эмира Тимура, который состоялся как раз территорией Кавказа, и когда тимуринские войска вышли с Северного Кавказа, пройдя Кавказский хребет, они столкнулись здесь на территории Предкавказья в Волгодонских степей с такими народами, как Черкесы, Маджары, и эти события описываются в районе города Азака, это золотардынский город Азак, внизу Вехдона, то есть здесь тоже четко говорится о том, что именно этот народ был разгромлен и покорен тимуринскими войсками, причем этот источник сообщает о том, что эти Маджары были неверные и дополопоклонники и они являются родственниками тех, которые проживают на территории Венгрии, то есть это четко источник об этом говорит, откуда эти сведения почерпнул автор, пока неизвестно, то есть источники его неизвестны, но тем не менее они очень интересны и согласуются с более поздними латиноязычными источниками, в частности с произведением такого автора, как Эней Сильвии Пиколомини его книга «Космография», в которой сообщается о том, что у истоков реки Танаис, это Дон, были найдены люди общего языка с мадьярами, которые населяют Панонию, то есть по всей вероятности речь идет о том же населении, которое проживало как раз на территории Нижневолжских степей в районе города Азака, причем сообщений о них есть несколько, то есть они названы в источнике как мадьяры, а те, которые проживают на территории Венгрии, они названы традиционным латинским термином «унгари», то есть речь идет о населении, которое еще говорило на мадьярском языке, потому что источник сообщает о том, что они говорили на том же языке, на котором говорили в Венгрии, в центральной европейской Венгрии, то есть таким образом речь идет именно об этом населении, историческая судьба их не совсем понятна, то есть вероятно какие-то события там происходили в 15 веке, потому что во времена правления матеря Шакурвина, одного из известных венгерских королей 15 столетия существовал план переселения этих восточных мадер в Венгрию, но в силу каких-то обстоятельств исторических этот план не осуществился и их историческая судьба оказалась неизвестной. То есть вот эти источники подтверждают, что именно здесь в этом регионе проживали восточные мадеры еще в период, когда существовал Джучиев Улус, Золотая Орда. В том моменте он распадался, но тем не менее такие источники есть. Очень интересный источник о существовании мадер за пределами Джучиева и Улуса это письмо римского папы Иоанна 22-го, которое датируется 29 сентября 1329 года. Он адресован восточным мадерам и конкретно мадерскому вождю Еритомиру, который находился где-то в Центральной Азии. То есть речь идет о территории Чагатайского государства первой четверти XIV века, который находился на территории современной Средней Азии в районе города Самарканда. То есть уже в тот период в результате вот этой миссионерской деятельности какие-то филиалы там существовали, я имею ввиду в Центральной Азии конкретно на территории Чагатаевского Улуса. И та часть населения скорее всего приняла католичество и чтобы укрепить их веру туда была отправлена вот эта миссия. Это очень интересное. Самое интересное еще тут такой очень важный момент, когда в 20 веке шло национально-территориальное размежевание на территории Средней Азии 24, 25, 26 годы и именно в районе города Самарканда была зафиксирована субэтническая группа, которая себя называли Маджары. Это довольно-таки интересно. То есть это тот же регион, практически столько лет прошло и там на этой территории фиксируется эта субэтническая группа. Таким образом, можно сказать, что восточные Маджеры являлись исторической реальностью, они существовали вот в этот период 13, 14, 15 века. Их историческая судьба до сих пор вызывает интерес в исторические науки и необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить их дальнейшую историю. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я думаю, если будут вопросы, их можно и сформулировать и в письменном виде, и устно. Коллеги, есть вопросы сразу? Нет, да? Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Атилы, вы готовы? Пожалуйста, слово предоставляется Атилу Тюркову «Восточноевропейские корни отношения археологических наследий древних Мадьер, Карпатская Котловине на фоне новых результатов исследований. Пожалуйста. Уважаемые представители, уважаемые коллеги, дорогие друзья, во-первых, разрешите приветствовать всем вам. Мне в душе всегда так хорошо, если у меня есть возможность на встречу с вами. Вот мы уже четвертый раз собирались в рамках конференции Международного Мадьярского симпозиума по археологии. Я особенно рад, что этот раз именно в Казани, потому что общий известный факт, следующий, пожалуйста, что Татарстан это ключевая территория и чрезвычайно интересна и важна по поводу древневенгерской проблематики. Из-за этого я очень благодарен нашим хозяинам, татарским коллегам, особенно Айрату Капитовичу, Павелу Красильникову, что они организовали нам очередную шикарную конференцию. А потом, как у вас говорят, на раскоп. Следующий, пожалуйста. Вопрос происхождения предки венгров с Урала и Поволжа уже имеет долгую историю. Но в 1974 году именно здесь, в Татарстане, можно так сказать, революцию произошла, когда известный следующий Большетиганский могильник обнаружился. Монография его в первых 56 погребений была издана на немецком языке того времени в Будапеште, но еще уровня того времени с многими ошибками. Потом долгое время новых таких интересных открыть не было, мы здесь с вами, чтобы продолжать работу и сотрудничество уже на уровне 21 века. Следующий, пожалуйста. Последние пять лет слава поддержки Католического Университета им. Петра Пазмань снова ведутся совместными экспедициями и проектами с местными коллегами по Вольже в Урале, при Урале. Итак, мы венгерские археологи успели со своими глазами, с руками исследовать археологический материал уже от Тобола до Вольги. Следующий, это нам дает серьезный фундамент судить в области исторической интерпретации теории происхождения венгров. Археология уже имеет ведущий роль, по этому поводу это однозначно, поскольку у нас не только год за год больше и больше источников, но у нас и много новых методов подходов, следующий, пожалуйста, потому что новая наука родилась, биоархеология называется. Из-за этого я очень рад, что этот раз уже на конференции отдельно организовалась секция для этой темы. следующий. А сейчас быстренько подводить итоги, какие результаты мы достигли и какие актуальные вопросы и задачи нам по поводу древневенгерской проблематики. В области новых открыток последние 10 лет тому назад ключевый момент произошел в Украине и по Днепру и в Мольдове по Днестру, когда появилось много новых памятников, связанных предварительно с древними венграми. Олександр Цупруненко опубликовал эти материалы следующие, потом он организовал конференцию и издал сборник статей в 2011 году. В этом сборнике написал большую статью Олексии Комар про преднепровских памятников венгерского типа 9 века и их определил в качестве памятников и назвал их субботицкий тип памятников. Следующий. Следующий. Потом он продолжал работу по этому поводу и его двухязычная монография издается у нас через несколько недель следующий. Там в Украине появились действительно оригинальные южноуральские и повольские находки и автор там одновременно и так аргументировал что потом в 10 веке еще субботинские явления появились за вольже значит на оборотной пути следующий. Параллельно с этим в 2010 году раскопка началась на Уелге в Зауреалье где появились многочисленные находки древневенгерского круга. Следующий. Там в 2013 году также была конференция из сборных статей издалась Сергеем Баталовым. Следующий. Именно на этом местонахождении появилась компания венгерских археологов в качестве совместного проекта. Уже там нам была возможность исследовать кости. Следующий. Радиоуглеродные данные подтверждили археологическую хронологию значит там есть и ранний горизонт 9 века и поздний этап 10-11 век. Следующий. Палеогенетические результаты которые в среду будут детально объяснить всем у нас специалистам подтвердили в 6-м 10 веке там появилось новое население с востока но одновременно там продолжили жить и бывшее население. Гаплогруппы и гаплокипы там имеют приуральские и древневенгерские отношения. Следующих годов мы обширили наш интерес приуралье и певоже чтобы поверить общепринимающую концепцию происхождения венгров. Следующий. Да. Мы исследовали неволинские находки и кости вежевские даже сразу из каждого три этапа. Радиоуглеродные данные здесь тоже подтвердили археологическую хронологию и среди костей могильника. Следующие. Сухого лога оказались идентичны по генетике с нашими находками в Карпатской котловине. Следующие. Ломоматовские погребения мы исследовали на Баяновском могильнике в Прикамье в Перми, но, к сожалению, из-за плохой сохранности кости числа наших приуральских образцев пока слишком мало. Потом мы съездили повольше и там в Самаре новинские памятники были первые, где мы изучали наследство не только теоретических протовенгров, но и их бывших соседников, значит, с кем они контактировали, чтобы узнать, от чего надо отличаться нашим. Следующие. К сожалению, в Украине и Молдове кости остатков саботического типа совсем мало, но радиоуглеродные дань совпадают археологическими, значит, там только в первой половине появились материалы с повольским характером, значит, русская и украинская археология была всегда права, когда по поводу хронологии древневангерской движения, значит, не раньше первой половины девятого века, а не середине восьмого, как у нас в книгах пишется. Другой стороны следующий, пожалуйста, пологенетические исследования там в Поднепровье пока не дали результаты, к сожалению, известные парные погребения у села Катериновки исследовали нами, но там Дианка в костях не сохранилась, хотя мы не меньше четыре раз попробовали изолировать. Ну вот жизнь такая. Следующий, по поводу неудачных исследований мы должны почитать радиоуглеродные исследования больше тигантского обраста. Наверное, все это было из-за клея или материала с тем там они кости мазали, но кости были оригинальные действительно и пологенетические исследования получились. Они дали нам конкретное совпадение с материалом Гульяковского Могельника Чиолекской культуры. Следующий, пожалуйста. И последний, наконец, Сибирь. В Сибирь мы еще начали познакомиться с материалами, но там уже ясно, что старая концепция Иштвана Фодора про косвенный связь между древними венграми и саргатскими населениями это уже устарело. Следующий, а точка зрения Сергея Ботелова об Акальской и Куштеренковской отношений оказалось очень важным и но еще требует подтверждения. Следующий, самый большой там вопрос это происхождение Куштеренковской керамики. Кроме этого, нам дало еще там много копать, нам надо еще там много копать, чтобы обеспечивать конкретную синхронизацию зауральские и приуральские культуры и типа памятников, как это заметила Наталья Матвеева и Александр Зеленьков. Следующий, на территории Башкортостана главная задача копать больше Куштеренковские материалы, как в этом году мы успели после за 30 лет недалеко от села Бустанаева, где появились очень ранее куштеренковские памятники. Общая задача в Башкортостане и Татарстане, чтобы опубликовать и переопубликовать старые куштеренковские и корекуповские материалы. Там было так быстро, как наши сегодняшние организаторы сейчас издали сборник этой конференции. И, конечно же, было бы хорошо копать новые памятники больше тиганского типа. Сразу хочу подчеркнуть, по этому поводу среди результатов, что в Поволжье и Перуляе такие исследования уже имеют новую серьезную поддержку в качестве венгерского консульства в Казани. Сотрудники там с удовольствием готовы нам помочь устроить и логистическую, и дипломатическую помочь для исследования. И, наконец, еще несколько слов новых результатов из Венгрии. Следующий, пожалуйста. Сборник статей третьего конференции, извините, следующий, сборник статей третьего Магерского симпозиума в Будапеште еще издается до конца декабря. Это сборник с вашими статьями нам, венгерским археологам, дает хорошую возможность анализировать и переоценить снова и снова материал нашего десятого века. Следующий, поскольку лучше знают восточные средневековые находки, мы успели идентицифировать у нас такие предметы, как, например, трубочка трубка, следующий, новый тип поясного кошелька, закрепивших с помощью железной трубки. Следующий, исследование восточных связей по археологии Карпатского бассейна в X веке является одной из важнейших задач в изучении древнемагарской истории. В последние 5-10 лет эта работа получила новые импульсы благодаря новым восточным находкам и открытию материалов субботитского горизонта, который делает связь между Урал и Карпат, переходного звена между венгерскими памятниками. Нине известно происхождение восточной аналогии находкам эпохи обретения родины X века. Следующий, пожалуйста. Их второй группе принадлежат синхронные материалы X века, я имею в виду, восточного происхождения. Например, амулеты топорики в Руссии особенно там часто бывают такие, числа которых в последнее время резко выросла. Ко второй группе можно отнести еще поздние эпохи обретения родины. Сегодня возрастает количество артефактов, указывающих на непосредственную связь Карпатской котловины с Вольско-Уралским регионом и Южным Уралом. следующее. Там уже серьезный шаг оказалось определение несколько погребений первого поколения следующие первого поколения древних венгров, переселившись в Карпатскую котловину. Это нам дает возможности кроме палеогенетики исследовать, начинать исследование изотопа стронциума по поводу миграции. И последний, пожалуйста. Хронология движения венгров также спорная, ведь материалы субботитского типа и возможные древневенгерские памятники между Днепром и Уралом появились приблизительно одновременно. И это еще главные результаты палеогенетики, значит, все уральские, повольские, древневенгерские результаты на одном ветке. Видите, это очень важно. Следующий, пожалуйста. В последнее время возникли сомнения относительно западно-сибирского происхождения кушно-ренковской культуры, а с другой стороны, реальным подвижением в тематике стали последние биоархиологические исследования. Благодаря им удалось установить, что генетический материал части венгрова по эпохе обретения родины связан с раннесредневековым населением Вольско-Уральского региона и Южного Урала. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Будут ли у коллег вопросы? Я думаю, у нас наступит время и для дискуссии. Хорошо. И я приглашаю на трибуну Айрат Габетович вас. Совместный доклад Сидикова Айрат Габетовича Шакирова Зафара Гумаровича Бездудного Владимира Григорьевича. Результаты комплексных исследований Большетиганского могильника 2017-18 годы. Пожалуйста. Уважаемые друзья, позвольте вам представить доклад, посвященный к одной из тех тем, которые, наверное, нас сегодня здесь собрала. Это вопрос, связанный с исследованием Большетиганского могильника. Говоря об этой теме, я хотел бы несколько остановиться на предыстории конкретно этого вопроса. Последние три года нами была инициирована работа по подготовке публикации вышедшего в свое время в 1978 году на немецком языке работы Арфальда Хасановича и Ильиан Санны книги. И в рамках этой работы мы ставили вопрос актуализировать и результаты и материалы, которые были получены в ходе тех исследований. И также работу с архивными материалами и работу связанную с полевыми исследованиями. В перспективе остался вопрос о возможной подготовке каталога. Бывают в жизни такие неожиданные приятные случайности в процессе подготовки вот этой работы неожиданные обращения со стороны Аттила и Тюрка с опросами о совместных работах по изучению угорских древностей. То есть когда в разных странах в разных городах совпадают ставящиеся задачи наверное это не случайно а та проблема которая действительно является актуальной и послушанный сегодня сейчас доклад который делает это я думаю этапная работа которая определит исследование этой проблематики на долгие долгие годы и мы будем искренне рады в силу своих возможностей в ней принятие активного участия и также в работе подготовки этих материалов. Начиная эту работу мы ставили две задачи это кроме издание самой работы это понять что же произошло и какова ситуация Большитиганского могильника в связи с разными обстоятельствами после проведенных работ в начале 80-х годов исследовательские работы на этой территории не возобновлялись и стоял вопрос о перспективности или не перспективности проведения исследований и возможность обосновать и определиться с задачами в будущем также являлась одной из этих тем в ходе встречи с венгерским коллегами обозначилось еще две темы это связано с исследованием антропологического материала с применением современных методов и это вопрос является частью совместных работ и сегодня и более четче и с ней был обозначен вопрос о подготовке каталог мы здесь это вопрос предварительно пока обсуждали с коллегами в Казани надеемся в перспективе выйти и к этой работе тем более очень теплое внимание и поддержку это встретило и у наших коллег из консульства венгряда сифтер тоже поддержал эту идею надеемся это одна из задач которая также будет реализовываться сейчас я остановлюсь на кратко результатах которые были получены в ходе обследования территории где располагался польшетиганский могильник слайд пожалуйста говоря о этом памятнике надо сказать что он занял свое место в научном пространстве Европы и Евразии в целом особое место он занимает исключительное место и в понимании исторических процессов и совокупности того материала который был получен нем интересно сказать что исследовательская работа на этом памятнике которые проводились Ветхасановичем и Ильянсан Халиковыми было связано и с началом научной работы многих известных сегодня археологов в регионе это и Искандер Леоныч Измалов и Галина Ивана Дроздова и Геннадий Николаевич Белареев и Светлана Игоревна Валиулина эти исследователи работая на этом памятнике так или иначе в последующем были связаны с этой проблематикой и особенно говоря о том что основная часть исследований и материалов именно коллекции они хранятся в Казанском университете и работа над ними которая долго года велась Светлана Игоревна Леоныч участие и выставка как раз есть тут та работа которая крайне важна и мы увидим еще ее не только выставки здесь в университете но и в национальном музее следующий блок материалов который связан с этой работой это конечно полевые отчетные материалы архивные документы которые на сегодняшний день хранятся в институте археологии академии наук и мы начиная приступая к этой работе следующий пожалуйста слайд исходили из того что местоположение роль большотиганского могильника требует современной оценки и локализации его на территории географии пространстве в целом следующий пожалуйста и следующий пожалуйста и это район расположенный недалеко от села большие тиганы представляет собой открытое пространство и если даже видеть по аэрофотосъемке рельефом оно ничем не выражено это ровное открытое равнинное верхнее пространство рядом с селом спаханное и обработанное следующий пожалуйста и эти вопросы как раз и позволят нам выйти к постановке задач которую мы начали при работе с архивным материалом во-первых это оценка всей документации которая у нас на сегодняшний день имеется это обследование на территории памятника ее визуальная оценка современного состояния также это применение неразрушающих методов по локализации геофизических исследований в последующем планировалось определение границ и возможность это мы все понимаем как археологи затрудненность установки грунтовых могильников тем более зная общую ситуацию распаханности этого памятника но мы вот эти работы как бы планировали исходя из тех возможностей и тех материалов которые у нас были следующий пожалуйста работа основная конечно это был анализ отчетной документации в общей сложности почти за 10 лет исследований которые проводились на этой территории извините около пяти лет на этой территории позволили сформировать отчетную документацию следующий пожалуйста которая отражалась в планах и чертежах топографическая привязка была связана с том что имелись разночтения уточнения в разных отчетах публикациях но в целом все отображалось расположение данного памятника на расстоянии около 300 метров от кладбища или от села которые располагались недалеко от места проведения исследований следующий пожалуйста был проведен сводный анализ всех полевых чертежей с нанесением выявленных могильников погребений могильника с составлением общего сводного плана с привязкой той отчетной полевой документации фотографического и вещевого материала следующий пожалуйста сейчас как я говорил эта территория открытое пространство и если даже по этой фотографии ни один из элементов и даже если мы останавливаемся на дороге не выражает каких-либо особенностей следующий пожалуйста в результате предшествующих материалов сведения материалов следующий пожалуйста нам удалось определиться локализовать ту территорию которая вероятнее всего наиболее близка к этой территории при этом были приглашены и специалисты которые работали в ходе экспедиции участники местные жители которые принимали участие или находились рядом с экспедицией и в результате этих работ удалось относительно определиться где располагаться этот район следующий пожалуйста в результате вот сводный был составлен сводный план здесь видны и могильные ряды и некрополь как он получается по результатам именно архивных исследований следующий пожалуйста и нами была произведена относительная посадка этого памятника около дороги где он располагался исходя из этого мы определили последующую и постановку задач то есть это на большем протяжении на большей территории провести геофизические исследования с возможной локализацией по отчетной документации мы хорошо знаем что территория памятника была сильно распахана и ряд погребений были и повреждены и предметы находились в культурном слое и поэтому мы следующий пожалуйста провели локализацию этого места следующий пожалуйста и осуществлена были на двух площадках геофизические работы верхняя площадка это район локализации по нашим предположениям места расположения некрополя там обозначили ряд аномалий другая площадка она была вызвана местом расположения рельефа особенностью выраженности возможности нахождения на этом месте объектов и в ходе исследований наибольшая концентрация связанных с материалом геофизики было в верхней площадке по рисунку если смотреть северной части по дороге где предположительно нами и локализовывался могильник следующий пожалуйста вот здесь как раз видно наложение раскопа раскопов на место локализации попытка уязации интерпретации возможных могильных ям которые здесь были особенности могильника разряженность погребения в отдельных участках даже достаточно большие пустые участки также предполагал затруднение определения ее границ следующий пожалуйста исходя из этого нами была определена и возможная тактика для проведения закладки разведочных шурфов мы имея достаточно четкую привязку выявленных аномалий на месте проведения геофизических исследований и возможной локализации связанной с некроповами определили места закладки шурфов нами была предпринята и работа с металлодетектором на большей территории этого памятника с целью возможного выявления предметов связанных с изделиями из металла в результате работ нами также планировалась закладка нескольких шурфов и за пределами территории раскопа за дорогой с другой стороны где до этого не велись исследования так как последние исследования в начале 80-х годов дали материалы близкие к полотну дороги то есть возможность его продолжения была и за дорогой поэтому мы планировали закладку серии двух шурфов мы закладывали шурфы размерами 2 на 4 вытянутой по линии восток запад перпендикулярно вот линии раскопа за пределами дороги нами зафиксирована следующая стритография это почвенные слои с плавной границы переходящей от почвы к материку то есть здесь горизонт почвенный имеет представляет собой спокойное залегание в территории которое было заложено на месте раскопа вот в верхней фотографии видно что почвенный слой и материк имеет четкое отделение границ то есть вероятнее всего это как раз зона где мы попали в раскоп то есть это вероятнее переработанный грунт раскопа но к сожалению в шурфах мы не выявили углублений могильных ям могильных ям эта специфика это возможно одно из наблюдений которое требует продолжения исследований на этой части объекта и мы не предполагали проведение полномасштабных исследований а именно главный вопрос стоял в локализации ранее проводимых здесь раскопок в результате исследования мы считаем что нам удалось локализовать место проведения исследований которые здесь проводились в конце 70-х начале 80-х годов также считаем возможным более широкого обследования территории возможно дополнительно вернуться к неразрушающим методам и геофизически в два периода весной и осенью еще раз попробовать пройти геофизикой геофизическими методами и следующий вопрос здесь остался открытым это определение границ могильника но это наверное предмет дальнейшего обсуждения продумывания методики проведения здесь работ хотя мы все понимаем как специалисты это крайне затруднительное в той ситуации которая здесь на сегодняшний день складывается но это целенаправленно конечно последующие работы наверное определяет и тактику исследований которые здесь возможны говоря о работах с металлодетектором на данной территории к сожалению и изделий из металла нами тоже не было выявлено то есть возможно рассмотрение вопроса в двух как бы аспектах это из тезиса что он на сегодняшний день полностью исследован и работы на нем завершены но это требует также определенного еще раз проработки предварительных материалов о которых я говорю и также второй вариант это продумать именно последующие подходы в изучении этого памятника но я думаю это мы будем обсуждать с коллегами уже в последующем теми исследователями которые работали на этом памятнике для того чтобы оптимизировать те усилия и действия которые необходимы для оценки этого объекта конечно сейчас вот эти работы они являются только предварительными это начальная часть оценки ситуации но она уже позволяет дальше определять возможные пути исследований и надеюсь эта работа и обсуждение этих материалов нам позволит выработать правильные подходы в понимании дальнейших задач вот краткие информации той предварительной работы которая была проведена казанскими учеными из университета и академии наук за последние два года всем большое спасибо за внимание мы завершим сегодняшнее пленарное заседание протокольным обменом подарками между нашими университетами прошу вас уважаемые коллеги на память о сегодняшнем мероприятии и на то что мы сегодня начинаем новый этап сотрудничества с ингерскими коллегами хотел вручить ректору университета наш подарок символичный который всегда будет находиться в кабинете и напоминать о том что казанскими рядом и готов всех заработать большой труд наших коллег искорюсь к адрес республики Тарстан я думаю тоже пригодится спасибо всем коллегам и студентам спасибо большое на этом пленарная часть нашего заседания завершена спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok